Волонтерская помощь участникам специальной военной операции стала главной темой заседания Президиума Общественной Организации Ветеранов Войны Труда Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Пролетарского Района Твери. Об этом рассказывает наш корреспондент. К работе волонтеров и поддержке участников СВО пенсионеры-ветераны Пролетарского Района Твери приобщились еще в октябре 2022 года. Кто-то передал военнослужащим письма и открытки. Многие приносили продукты и предметы, необходимые в быту. Но в основном в посылках были теплые вещи, которые мастерицы Совета Ветеранов связали своими руками. Я благодарен нашим товарищам, членам Совета, за их активную позицию в данном вопросе. Наш народ всегда славился своим коллективизмом. Мы знаем это из опыта всех боевых действий, всех войн. Всю посильную помощь мы оказываем. И я думаю, что мы в дальнейшем будем оказывать такую же поддержку и помощь до победного конца. О своих поездках в зону СВО рассказал ветеранскому активу член Координационного общественного совета при главе администрации Пролетарского Района Твери, основатель группы Добро 69 Вадим Хазаков. Практически с самого начала спецоперации он вместе с единомышленниками организует сборы и доставку гуманитарного груза тверским военнослужащим. Мы все обсудили и в ближайшее время, в ближайшую поездку, тот груз, который будет передан нам от Совета ветеранов, мы обязательно передадим нашим ребятам со словами благодарности от наших жителей района и от жителей нашего города. Эти встречи очень важны, так как Совет ветеранов это самые патриотичные люди, которые могут также передать этот труд и вот эти эмоции нашим детям, новому нашему поколению, чтобы они понимали, что Родина это самое главное в каждой семье. Депутат Законодательного собрания Тверской области Лилия Корниенко, присутствовавшая на встрече, рассказала о поддержке семи участников СВО и в важности патриотической работы с молодежью, которую проводят ветераны и общественные организации Твери. Сегодняшнее мероприятие это прямая связь с общественностью, которая сегодня очень востребована. И вот эта взаимосвязь из поколения в поколение передавать вот ту информацию, которую знают наши ветераны. О Великой Отечественной войне, об СВО, чтобы вот на своем родном доступном языке говорили нашим деткам, доводили до их, так сказать, сознания, что происходит в нашей стране. Очередной гуманитарный груз, собранный ветеранским активом, отправится в зону СВО уже в октябре. Волонтеры говорят, что наши военнослужащие его очень ждут. А еще с особой теплотой читают письма школьников и всех, кто отправляет добрые послания защитникам Отечества.